соседские курицы захватили и пометили авто ущерб 1800 рублей истец требуют компенсации ответчик не согласна генетическая экспертиза помета не проводилась поэтому куры не ее истец пожалуйста слушаю вас здравствуйте высокий суд меня зовут гайкина карина васильевна и я требую от ответчика чтобы она возместила причиненный мне материальный ущерб в размере 1 тысячи 800 рублей за то что ее курицы сделали с моей машиной до преступницы до в материалах дела есть фотографии я прикладывала можем ее посмотреть ответчик вы не против просмотра фотографии покажите пожалуйста фото вот так выглядела моя машина в тот самый злополучный день о котором я сейчас хочу рассказать суду так вот у меня была машина и мы решили продавать эту машину и покупать новую мне наконец-то машину может своя машина ну и мне решили обновить сфоткала выложила объявление в интернет и решила перемыть весь салон все там поубирала нашла пятна на кресле но на водительском чуть было и на соседнем пассажирском переднем я подраивала эти кресла ну кресла получились влажными естественно но погода была нормальная солнечный день лето и я решила что оставлю машину полностью открыто по открывала все двери багажник открыла чтоб хорошо она просохла значит все помыла оставила открытые двери пошла в дом тут как раз приезжает мой муж ну у мужа дача зарплата очень хорошая но его сутками нет дома с утра до вечера он работает а тут он приезжает говорит раньше освободился у него есть возможность там уделить мне время наконец-то все говорит поехали съездим в минс в кафе посидим нормально ну как люди мы уехали сделали оставили открытый для соседских курочек да в надежде на адекватность соседей конечно в общем мы уехали посидели нормально приезжаем заезжаем на участок первое что я вижу вот реально прям бросается в глаза машина вся в каких-то пятнах пошла смотреть подхожу все загажено капот загажен вверх крыша машины вся грязная лобовое грязная я вот честно скажу я даже сразу не поняла что это я давай там бегать вокруг этой машины я понимаю что она не только вся извините не очень приятном веществе так еще и там мелкие из царапины по всей машине мелкие скольлы такие ну меленькие смотрю внутри машины курицы я тут вообще у меня шок случился я уже с дрожащими руками заложу в эту машину смотрю во первых там все в помете во вторых поклевали сиденья сиденья с такими ну зацепками ниточки торчат в общем у меня шок случился я еще хочу объяснить тоже немножко кто такой ответчик у нее на участке нет ни загонов никаких для животных для птиц клеток нет никаких там курятников каких-то еще хоз построек то есть бедные животные эти птицы бедные бегают по этому участку у них нет никакого пристанища сами себе сами себе бедные у них свободный выгул какие они беда свободный выгул хорошо что код ответчик последнее предупреждение в общем и значит еще расскажу у нас между участками с ответчиком забор где-то вот такая высота метра полтора наверно и с ее стороны вот за забором у нее там гора хлама и столько это в гора этого храма хламая ну в общем я предполагаю что вот поэтому там плину из хлама эти курицы и запрыгнули на наш участок короче история с этим хламом с этим забором покосившимся это все как копилось копилось тут это с машиной у меня уже эмоции сдали я побежала к ней ругаться прибегаю к ней ну там конечно на слово за слово и она мне говорит а чем ты докажешь мне что это мои курицы и я на нее смотрю я просто обалдела она мне вот это говорит и за ней там за спиной у меня муж перекидывает этих куриц к ней обратно на участок и они там сами себе ну понятно ее курицы у нас ни у кого больше у соседей нет никакой живности но я думаю сама себе а вот реально а как я докажу потом что это ее курицы испортили мне машину завтра приедет человек ее покупать в общем я не долго думая звоню в милицию вызываю не приезжают но приезжает там пару ребят значит муж тогда был мой я была вот ребята эти приехали тома пришла и мы там стали разбираться мне эти ребята милиционеры говорят дескать это гражданско-правовые отношения вам надо идти в суд я говорю хорошо но тогда вы мне как-то зафиксируйте что был вызов что я у меня были какие-то претензии вот по поводу этой машины вот именно к томе ну чтобы меня потом доказательства какие-то были они мне в общем все бумаги потом далее я кстати к иску тоже прикладывала когда исковое заявление в суд подавала после всего этого инцидента мы разошлись милиция уехала уж не говорит у нас тут рядом есть ст он недалеко вот как раз от нашего садоводческого товарищества поехали туда попробуем ну что-то сделать экстренно с машиной мы позвонили в это ст а ребята говорят это где-то девять вечера уже было ребята говорят мы до 11 работаем но посмотрим может быть как-то пойдем вам ну на уступки может успеем а может быть как-то чуть-чуть задержимся но мы поехали благо ребята оказались просто прекрасные пошли нам навстречу они до пяти утра там очищали эту машину я точно не помню что они делали там в документах это все указано в общем они мне все исправили отмыли это все в салоне поправили все и в пять утра муж поехал забрал эту машину и они мне тогда я тоже говорю но я уже понимал что мы пойдем суд я говорю вы мне пожалуйста дайте какие-то документы и они мне дали акт оценки ремонтных работ и я прикладывала этот акт тоже к материалам дела когда из суд направляла все потом слава богу у нас сделка купли продажи состоялась но работы потянули то есть мы заплатили 100 1800 рублей я считаю что моей вины и ну вины в том что мне необходимо было оплачивать эти деньги нет я считаю что виновата в моем платеже в необходимости произвести этот платеж именно тома вот ответчик поэтому пускай она мне и возмещает эти деньги вот таким низковые требования и я вообще моральный вред не прошу еще не заявляю это можно спасибо мне вообще-то за это сказать это была отдельная история как мы ехали с мужем на ста в этой вонючей машине в этом вонючем салоне извините выворачивала по дороге и я могла бы заявить еще моральный вред но благо не за этим пришла прошу только возместить не убытки мои скажите истец вы ремонт автомобиля самостоятельно оплачивали да я заплатила со своей карты и кстати тоже я прикладывала выписку из банка к материалам дела там виден этот платеж в адрес ста ответчик у вас вопросы к су будут истец ваша позиция суду понятно ответчик теперь пожалуйста слушаю вас здравствуйте высокий суд я смежина тамара константиновна соседская истца я категорически против исковых требований моей соседушки ну вот скажите мне ну откуда мы можем знать ну вот ну откуда что это сделали мои курочки и сцарапали и склевали и обгадили всю замечательную машинку ну генетическую экспертизу помета я так понимаю никто не делал я думаю какую экспертизу я призываю вас к порядку ответчик вы обращаетесь к суду простите истец вы ждете своей очереди когда суд разрешит вам задать вопросы между прочим забор между нашими участками полтора метра ну и не знаю представить какая-то должна быть курица которая поднимется на эту высоту а трамплин этот из хлама вполне себе по хламу этому да уж я своих кур другом не кормлю не кормлю они у меня самые обыкновенные самые нормальные хламаного они какие-нибудь там реактивные я понимаю что мой участок он далек от идеала мне самой бы хотелось конечно чтобы он по-другому выглядел там много недоделок недоработок и там надо и тут надо но у меня на все не хватает мне некому помочь мне и курочек хочется я люблю животных я люблю птицу ну ну мы же ну мы же все несовершенно мы же все люди а подождите хорошо что далеко ходить сама истец сказала нам здесь о чем что она свой автомобиль моет на своем же газончике на своем же ландшафтном дизайне а мы потом посмотрите это вода мыльная грязная она куда в грунтовые воды попадает так ведь так мы потом эту водичку пьем ага прикол помет ваш значит пьем тоже помет это удобрение простите но пить не хотелось нет и истец и огород поливаем этой водой но я же молчу я ничего об этом не говорю ни разу никакого замечания не сделала поэтому высокий суд я настаиваю на том чтобы отклонили иск ну не доказан тот факт ну не доказан что это мои курочки сделали не доказан по идее это мог сделать ну кто угодно что угодно и может быть кто-то в отместку какую-то там специально им нагадили бывает и такое а если бы истица при ну помет помет и помет ну пришла бы ко мне сказала бы мне нужны деньги чтобы помыть мой автомобиль я бы дала эти деньги но извините но вот это вот сумма 1800 ну это перебор имеются ли у сторон ходатайства при общении к материалам дела каких-либо письменных документов иные ходатайства да у меня имеется вот нам отвечает говорит что не доказано что это ее курицы вот как раз к вопросу о доказывании я хочу чтобы допросили в качестве свидетеля нашу соседку по участкам отвечу не возражаете против допроса свидетеля нет секретарь скажите свидетель явился в суд до суд совещаясь на месте определил допросить свидетеля пригласите пожалуйста пройдите пожалуйста проходите свидетель и представьте здравствуйте я войтина ольга ивановна соседка вот этих девушек суд разъясняет вам ольга ивановна что вы будете допрошены в качестве свидетеля по настоящему делу и предупреждает вас об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний или задачу заведомо ложных показаний вы должны говорить правду это ваш гражданский долг вам это понятно да да дайте пожалуйста об этом подписку суду свидетель скажите что вам известно конфликте между исцом и ответчиком ой и смех и грех из закура не поругались продавали поругались за кур понимаете значит как я уже говорила что я соседка и с кариной у нас дома стоят напротив друг друга а домы тамары он смежный имеет общий забор со двором карины и вот в тот день я была дома и видела в окно своего дома потому что у меня очень хорошо эти дворы просматриваются конечно только сидит и смотрит ответчик я призываю вас тамара перестань я тебе не враг вы обе мои соседки я себе очень сочувствую но к сожалению карина права твои кур действительно нанесли ей ущерб до каждого свидетель к суду обращайтесь пожалуйста дело в том что я продолжу в этот день я была дома и как уже говорила из окна моего дома видны хорошо дворы и одной карины и тамары значит я видела где-то часа два назад как карина уехала с мужем куда-то по делам и дом оставался пустым на ее на ее дворе очень хорошие разбитые клумбы там красивые цветы посажены карина у нас занимается цветоводством и вдобавок ко всему она еще помыла машину и оставила ее ну как говорится в раскресканном состоянии у тебя во дворе и вот в этот момент я вижу как из общего их него забора с тамарой летят тамарины куры и прыгают просто во двор карина прям летчики они стали конечно как любая птица и на цветы полезли что там клевать топтать и часть кур пошла к машине и кто-то залез там наверх кто-то вошел даже во внутрь я конечно как сосед когда такое увидела сразу подбежала к дому карины но думаю она на меня не обидится если я просто в ее отсутствие войду и выгоню этих курс все-таки надо же как-то это остановить конечно калитка была закрыта я ничего тут не сделала я схватила мобильник стала карине звонить но она к сожалению была недоступна и вот после этого я побежала к соседнему дому к тамаре чтобы сказать ей что пускай бы она своих курей как то позвала назад чтобы они дома сидели но к сожалению тамара и видимо дома тоже не было потому что сколько я не крохотала около этой калитки сколько я ее не звала она мне не ответил точно должна сидеть и ждать соседку пока она ко мне прибежит ваша честь я считаю что как соседка я сделала все от меня зависящее платить я же не могла взламывать калитку там или залезать в чужой двор там указывать к если хозяев нету ну после этого я пошла домой а потом где-то через час после этого приехала уже карина с мужем она увидела все это безобразие что там куры пасутся у нее на участке и пошла разбираться к тамаре они там что-то ругались я занялась своими делами и вы любите того часа два еще прошло то есть с момента вот как она приехала прошло часа три-четыре я опять выглянула в окно смотрю там уже стоит какая-то милицейская машина уже люди собираются ну там тамара стоит карина с мужем вот между собой ругается ну подошла я послушать что там делается они раз вот этот вопрос решали по поводу этих куриц потому что карина сказала что не только потоптали цветы не только там где-то изгадили двор ну еще изгадили эту машину несчастную которая была вот на распашку не стояла до несчастную до ничего от свидетель скажите видели ли вы машину иса с повреждений мой видео к сожалению на видела красивая машина была покоцанная вся поцарапанная извините обгажено все красивое короче а внутри машины повреждения видели то же самое что и снаружи затяжки обгаженности царапки всевозможные истец скажите у вас вопросы к свидетелю есть да есть пожалуйста ольга ивановна скажите а вы когда я так понимаю вы подходили когда милиция приезжала а вот вы еще светло было вы смогли надлежащие рассмотреть все эти конечно дело то что дело было летом и достаточно поздно темнеет хотя это уже и вечер был но было еще очень светло и все было видно у него же гинокль она все всегда видит тамара сведи себя пожалуйста истец еще вопросы нет больше не имеется вопросов ответчик ваши вопросы нет свидетель спасибо займите пожалуйста свое место в зале стороны ваши позиции суду понятны суд удаляется в совещательную комнату для вынесения решения по делу прошу всех встать суд оглашает результивную часть решения исковые требования гайкиной карины васильевны к смеженной тамаре константиновне удовлетворить взыскать со смежной тамары константиновны в пользу гайкиной карины васильевны возмещение ущерба 1800 рублей а также возмещение расходов по оплате государственной пошлины в размере 90 рублей стороны вам понятно решение понятно ответчик до судебное заседание объявляется закрытом как предусмотрено пунктами 4 5 и 11 ветеринарно-санитарных правил содержание продуктивных животных в личных подсобных хозяйствах утвержденных постановлением совета министров республики беларусь от 29 августа 2013 года номер 758 территория личных подсобных хозяйств граждан должна быть огорожена выгульные площадки должны быть огорожены и оборудованы для раздельного содержания каждого вида продуктивных животных в период выращивания продуктивных животных граждане осуществляющие ведение личных подсобных хозяйств обязаны постоянно вести наблюдения за состоянием здоровья продуктивных животных контролировать их поведение потребление корма и воды при наличии объективных данных о том что домашняя птица принадлежит ответчице смежной что повреждения автомобиля возникли именно в результате ее воздействия на автомобиль учитывая невыполнение смежной приведенных предписаний ветеринарно-санитарных правил содержание продуктивных животных в личных подсобных хозяйствах иск подлежит удовлетворению размер возмещения ущерба может быть определен в обозначенной истице сумме при несогласии с размером возмещения ответчица вправе представлять доказательства в подтверждении иного размера ущерба ее доводы могут быть приняты во внимание при наличии тому достаточных и достоверных доказательств исследованию судом в частности подлежат доводы ответчика о том что в смету включены ремонтно-восстановительные работы не связанные с устранением повреждений причиненных в результате воздействия домашней птицы например повреждения лакокрасочного покрытия либо обивки автомобильных сидений есть результат эксплуатации они действий ответчицы